Всем привет, друзья! С вами Вновь Орден, Никита, и сегодня я хочу поделиться с вами своим рейтингом топ-3 катушки из серии Dive LT для микроджига и ультралайта. На идею съемки этого ролика меня натолкнула катушка Dive Agreste LT. Я взял эту катушку и подумал, насколько сильно могут различаться катушки у одного производителя в одном ценовом сегменте. Грубо говоря, там в районе 3,5-4 тысяч рублей, вы берете две катушки Dive и они очень сильно технически могут различаться. Но обо всем по порядку, и давайте по традиции начнем с третьего места. Итак, третье место у нас занимает моя любимая катушка Dive Regal LT. Вот так вот она выглядит. Вроде как любимая катушка, а занимает третье место. Сейчас объясню почему. С катушки Dive Regal начинается, в принципе, среднебюджетный сегмент катушек Dive LT, которыми можно уже хорошо ловить, поставив там один подшипник в ролик лескоукладывателя. Потому что в ультралайте и микроджиге мы все-таки используем тонкие шнуры, и подшипник в ролике лесоукладывателя здесь очень-очень важен. Ну и поскольку как бы это совсем бюджет, именно поэтому он занимает третье место. Давайте пробежимся по плюсам и минусам катушки Dive Regal в сравнении вот, например, с тем же самым Агрестом. Первое, что хотелось бы отметить в катушке Dive Regal LT, это разборный кноп на двух подшипниках. Кстати, у меня есть обзор по Regal, вы можете посмотреть его, он прям отдельный. Я его снял, рассказал там тоже также плюсы и минусы катушки. В сравнении с тем же Агрестом, который на секундочку стоит в том же ценовом сегменте от 3,5 до 4 тысяч рублей, здесь кноп неразборный. То есть вот здесь вот его высверливали, ставили сюда подшипники, а так он был на заклепке. В Dive Regal стоит два подшипника Dive-овских нержавейки и кноп разборный. Хотя стоит как бы, ну, катушка одинаково. Где логика, я не вижу. Ну, то есть для меня это непонятно. То же самое касается шпули катушки. Мы снимаем шпулю у Dive Regal LT и видим здесь два шарика подшипника. Здесь стоит два шарика подшипника. Мы снимаем катушку у Dive Agress и видим здесь ничего. Здесь нет ничего, здесь нет подшипников. Здесь стоит дешевая шпуля без даже проточки под подшипники. Ее там нет, ну, в отличие от Regal, где есть проточка, где есть подшипники. И, ну, где логика? Для меня это просто совсем непонятно. Катушки стоят практически одинаково, а различия очень громадные. Вот, это были, в общем-то, плюсы Dive Regal. Из минусов это проволочная душка. Опять же, проволочная душка, в принципе, ничего плохого в ней нет. Эстетически, да. Но на практике я вот прям целенаправленно половил несколько рыбалок агрестом. Здесь такая же душка дешевая. Ой, здесь такая же дешевая душка. И никаких проблем с ней не возникало. То есть, не было такого, что шнур попал куда-то не туда, его там где-то заживало, и он превратился в тряпку. Ну, не было такого. Все было хорошо, все было ровно, даже петель особо не было. Ну, как бы, было несколько, но это было не из-за душки, а из-за моих не очень ровных рук. Вот, это первый минус. И второй минус, который не любят, это не вкручивающаяся рукоять. Типа, все, мне нравится люфт. Но, опять же, люфт убирается здесь очень легко. На самом деле, люфт, который вы чувствуете, это люфт главной пары. Он присутствует у всех катушек DIVLT, и он решается несколькими шайбами. То есть, вы банально откручиваете несколько винтов, снимаете крышку, ставите шайбы, закрываете, закручиваете, все, люфта нет. Ну, то есть, это все решаемо, и единственное, что немножко придется подзапариться. Второе место у нас с вами занимает катушка DIVA FRIMS LT. Катушка хорошая. Она, в принципе, аналог E-Primi или аналог 17FW, но единственное, что у нее есть, ее большой минус, это то, что у нее нет подшипников под шпулей. Опять же, мы рассматриваем катушку для тонких шнуров, и подшипники под шпули, они реально важны. Там шпуля такая же, как на агресте, то есть, она там без проточки, она там вот такая вот, она простенькая, именно поэтому там второе место. Все остальное там, в принципе, хорошо, и каких-то проблем с ней тоже нет. Катушка хорошая, ручка вкручивается, крынок разборный, можно поставить в него подшипники, можно поставить подшипники в ролик лесоукладывателя. Ну, то есть, за свои деньги катушка суперская, но поскольку нет подшипников под шпулей, к сожалению, место у нее только второе. В принципе, по катушке DIVA FRIMS LT мне сказать больше нечего, поэтому мы можем спокойно переходить с вами к первому месту. Первое место я долго не мог разделить между катушками, поэтому я, в принципе, не стал этого делать. Что у нас на первом месте? На первом месте у нас находится катушка DIVA FRIMS LT и DIVA 17 FUEGO LT. 17. Это важно, потому что 20 FUEGO, которая сейчас вышла, у нее сделали неразборный кноп и сделали за YON V. Кстати, в 2000 катушке нет разницы в весе между 2020 FUEGO и 2017 FUEGO. Они весят одинаково, хотя за YON V. Фактически за YON V это просто порошковый материал и какой-то супернадежности, как заявляет производитель, но у него нет. Ну, как бы это просто маркетинг для того, чтобы удешевить кноп и сделать другие катушки более привлекательными. То есть, он вот в этом отношении такой себе. Поэтому важное замечание, что FUEGO все-таки 17-я или и PRIME все-таки 18-я. Первое. У них здесь есть неразборный... ой, съемная рукоять. Вот, съемная рукоять. Она вкручивающаяся, все, как вы любите. Ну, прям все. Люфты минимизированы. И у нее есть подшипник под шпулей. Наш любимый подшипник под шпулей. В целом, кстати говоря, катушки и PRIME и FUEGO 17-я и 18-я соответственно, но... Это одни и те же катушки, просто немножко другой дизайн. И у и PRIME есть медленная передатка. Ну, кому-то это нравится. И, в принципе, ну да, она имеет место быть. Для мормышечников это прям суперклассная тема. Для медленной задрочной проводки это круто. Для микроджига, в принципе, достаточно будет 17-й FUEGO. По дизайну выбирайте сами. Там золотая или красная. Ну, разницы никакой нет. Да и, в принципе, между катушками DAI-VLT разницы нет никакой, кроме цвета и дизайна. Ну, и каких-то вот таких вот мелких деталей. Они все делаются из одного материала, по одной концепции. У них одинаковые главные пары, одинаковые роторы, одинаковое все. Просто они различаются цветом и немножко техническими характеристиками. Вот это вот надо учесть при выборе катушки. Что я хочу сказать по 17-й FUEGO и PRIME еще. У 17-й FUEGO есть еще одна небольшая плюшка. Вот здесь вот у нее стоит у 17-й FUEGO сальник резиновый, который способствует непопаданию грязи и влаги вот здесь вот в подшипник опорный на главной паре. У E-PRIME его нет. Вот это вот единственный минус. Но, в принципе, это не супер критично. Просто вот такой вот нюанс, который нужно учитывать при выборе катушки. Вот, так в целом, да, катушки хорошие. Единственное, что в них нужно дорабатывать, это поставить подшипники в кнопку вот здесь вот. И поставить подшипник в ролик лесоукладывателя, потому что ролик, он очень важен. И если вы работаете с тонкими шнурами, то это обязательно. Это прям мастхэк, потому что втулка реально, ну, иногда подзалипает, не так кладет шнур, и вы просто продлите срок жизни своего шнура, срок жизни ролика, путем установки подшипника. Подшипники, кстати, есть все у нас. Можете заказать по ссылке в описании, если вам будут они нужны. Еще я бы хотел к первому месту добавить катушку Diva Calde LT 21 года. Да, эта катушка дороже, практически в два раза дороже, чем те катушки, которые мы с вами обсуждали, но это катушка, которая стала очень быстро легендарной. Увеличенная главная пара. Очень легкий корпус, весит она, если мне не изменяет память, 175 грамм. Другая концепция роликов, облегченный корпус, все это дает о себе знать. Это очень классная катушка, и если вы хотите все-таки легкую, надежную и катушку надолго, то берите Calde 21 и будет вам реально счастье. Вот это прям реально кайфовая катушка. Мой совет, если есть возможность, то Calde прямо топчик. Что у нас в итоге получается? То, что если вы хотите взять бюджетную катушку из серии LT, то берем Regala. Вот, самый бюджет 3,5-4 тысячи рублей, и у вас уже хороший годный аппарат для рыбалки. Если вы хотите взять что-то такое среднечковое, тогда Frims и Primi, Fuego, вот что-то в этом районе ищите и покупайте. Но Fuego не 20-е. Ну и, конечно же, если хотите прямо что-то хорошее, прямо надолго, что-то легкое, качественное, крутое, то берем Calde, Calde прямо топчик. Естественно, у нее там тоже ставится апгрейд, там несколько подшипников в шпулю, в кноп, и еще в ролик там дополнительный шар ставится. И, в принципе, тоже кайфуете. Вот такое вот мое мнение. Если вы рассматриваете катушки там по типу Acceler, Legalis, Ninja и всего вот этого, не особо я рекомендую их брать. То есть, начинать стоит все-таки с Regala. Потому что есть вот эти свои нюансы с неразборными кнопами, с не очень хорошими дужками дешевыми. То есть, вот это по соотношению цены и качества, это лучшие катушки за свои деньги. Если видео было вам полезно, то поделитесь им со своими друзьями, чтобы они не промахнулись в выборе катушки для микроджига и ультралайта. Также ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока. Да, и если у вас будут какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях, я с удовольствием на все отвечу.